Всем привет, меня зовут Дарина и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет такой новый экспериментальный формат, который я давным-давно хотела попробовать на канале, но у меня все никак не доходили до него руки, но не сегодня, потому что сегодня мы с вами поговорим о том, какие фишки и приемы можно использовать для того, чтобы сделать ваши образы более разнообразными, более интересными, добавить в них некую изюминку и все-таки вывести их на новый уровень. Это будет список довольно простых приемов, которые я думаю, что вы сможете применить уже сегодня, но они очень действенные. Я очень надеюсь, что такой формат видео вам понравится и если так случится, то поставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Прежде чем мы приступим к ролику, не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал и также нажмите на колокольчик. Кстати, если вдруг вам стало интересно, почему эта большая коробка сегодня присутствует в видео, то все очень просто. Я анонсирую для вас открытие календаря LookFantastic в сториз моего инстаграма. Проще говоря, начиная с 1 декабря, я буду каждый день открывать новые окошки календаря в сториз и если вдруг вам интересно, что же находится внутри этого малыша и вы еще этого не видели, ни в каких обзорах, тогда обязательно подписывайтесь на меня в инстаграме. Там я появляюсь куда чаще, ну и плюс ко всему будут вот такие вот дополнительные бонусы. Так как у большинства из нас уже холодная погода за окном, эти фишки будут применимы непосредственно к зимнему гардеробу, мне кажется, что это максимально сейчас актуально, потому что зимой у нас нет такого большого пространства для творчества, как летом, погода нам не позволяет этого делать, поэтому всякие маленькие приемчики, они безумно необходимы. Я думаю, что этот ролик отлично подойдет тем, у кого нет большого количества времени для того, чтобы мониторить пространство на предмет всяких вот этих вот фэшн находок, но при этом у вас есть желание в этой сфере развиваться и хотя бы немного ориентироваться. И так как я постоянно, каждый день прокачиваю свою насмотренность в этом вопросе, я кое-что поднакопила, сохранила для себя и с удовольствием поделюсь этой информацией с вами. Речь идет о том, чтобы просто накинуть свитер поверх вашего пальто, и на мой взгляд это смотрится невероятно уютно, и помимо того, что этот свитер дополняет ваш образ, делает его чуть интереснее и создает многослойности, он также дополнительно вас обогревает, что не может сейчас не радовать. Я уверена, что среди вас найдутся те, кто скажет, что это довольно странная история, но я вам рекомендую хотя бы разочек попробовать. Я думаю, что фотографии, которые я вам сейчас показываю, будут говорить громче всяких слов, но тем не менее, я все-таки хотела бы дополнить пару моментов. Первое было бы очень здорово для вашего образа, если пальто осталось бы расстегнутым, и это касается на самом деле любой верхней одежды, потому что это уже многолетнее наблюдение, в котором я раз за разом убеждаюсь. Действительно, практически вся верхняя одежда куда лучше смотрится, когда она расстегнута, ну, наверное, за редким каким-то исключением. Если вдруг вы боитесь, что вы замерзнете, то на этот случай всегда есть дополнительные слои, которые вы можете поддеть внутрь. Это может быть какой-то супертеплый свитер, который будет находиться внутри, или, может быть, термобелье. В общем, всегда есть способы утеплиться. Но тут важно понимать, что когда речь идет о каких-то стилистических фишках и вашим здоровьем, естественно, куда важнее ваше здоровье. Поэтому, если на улице невероятный дубак, то мы забываем про все эти моменты и откладываем их в долгий ящик. Но тут очень важно уделять внимание тому, какой свитер вы используете в качестве дополнительного слоя. Он должен держать форму, он должен быть в меру плотным и тяжелым. Но при этом он должен быть соизмерим с вашей верхней одеждой, с вашими габаритами. Это не должен быть какой-то суперогромный свитер, который даже в 4 раза больше, чем ваше пальто. То есть здесь все должно быть в гармонии. Я уверена, что у каждой из вас, скорее всего, в гардеробе уже есть стандартный оверсайз свитер. Так вот, он для этого прекрасно подойдет. Единственное, выбирайте изделие без горла, потому что, если будет высокий какой-то ворот, он будет довольно странно смотреться на спине. Поэтому выбирайте свитера с обычным круглым вырезом. К слову, это сочетание можно использовать не только с пальто, но можно также накинуть свитер на рубашку, на пиджак. Но, на мой взгляд, сейчас как бы куда более актуально это пальто, поэтому я вам привожу примеры и картинки именно в сочетании с пальто. Дополнительно к этому вы можете повязать рукава свитера на груди, для того, чтобы его зафиксировать. А можете просто оставить рукава свисать, имитируя тем самым шарф. И если вдруг у вас остаются проблемы с тем, что свитер сползает при ходьбе, то вы можете надеть свою сумку кроссбадди. И таким образом ремешок, который проходит через тело, будет поддерживать этот свитер. Следующий прием, на который я вам крайне рекомендую обратить внимание, это разнообразные головные уборы, которые непривычны для зимнего гардероба. Такие как панамки, бейсболки, косынки, балаклавы. Я более чем уверена, что у вас где-нибудь завалялась летняя кепка. Вы абсолютно точно можете попытаться применить ее к вашему гардеробу уже сейчас. Однотонная бейсболка к повседневному casual образу подойдет прекрасно. И мне очень нравится, что в этом случае бейсболка придает такой какой-то легкости, как будто бы несерьезности. И любой образ такой классический, минималистичный сразу делает чуть-чуть интереснее, чуть-чуть поострее, более современным. И самое главное, что эти эксперименты вам ничего не стоят. Вы просто берете кепку, которая уже есть в вашем гардеробе и пытаетесь ее вписать в ваши существующие зимние образы. Если с бейсболками все понятно, то панам сейчас просто огромное разнообразие. И вписывать летнюю панаму в зимний гардероб я бы, наверное, не стала. Хотя можно попробовать и это, почему бы нет. Есть и кожаные панамы, и вязаные, и непромокающие, и меховые. Их там просто целый арсенал. Вы можете выбрать любую, какая вам будет по вкусу. Ну и как бы это ни было, они в любом случае немного вас греют и защищают от ветра. Поэтому, в принципе, выполняют свою функцию. Мне же очень нравятся балаклавы. И я сейчас нахожусь в поиске какой-нибудь классной балаклавы. Я смотрю именно вязаные, потому что они нравятся мне как-то больше всего. Если вдруг вы знаете, где можно купить классную балаклаву, то напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях. Также не проходите мимо косынок, потому что они уже тоже не первый сезон, крайне актуальны. И я видела на просторах Инстаграм огромное количество самых разных вариантов. И кожаных, и вязаных, и утепленных. Так что здесь, опять же, на любой вкус и цвет. И, кстати, если вы любите рукодельничать и что-то шить, то вы, в принципе, можете абсолютно спокойно сделать ту же самую косынку самостоятельно. Поэтому отложите привычные шапки и постарайтесь найти вашим бейсболкам и панамам какое-то новое применение. Возможно, что они действительно по-новому заиграют в ваших образах. Переходим к следующему приему. И он опять касается аксессуаров. В данном случае речь пойдет про шарф. Но не про любой шарф, а про шарф определенного кроя и вида. Речь пойдет о довольно длинном, объемном, вязаном шарфе. И мне очень нравится вариация вот с таким вот завязыванием шарфа, когда он просто накинут на плечи. И второй край шарфа закинут за спину. Ну, скажем так, микротренд определенный, поэтому если вам хотелось как-то поиграться с шарфами, то вот крайне рекомендую. При таком способе завязывания шарфа, так как он просто очень по-богемному закидывается за спину, горло не то чтобы очень сильно защищено, на мой взгляд. Поэтому здесь я бы вам рекомендовала, если вы такая же мерзлявая, как и я, закрывать горло другими способами. Вы можете надеть просто какую-нибудь водолазку или свитер с высоким горлом. Также есть опция, когда вы можете просто взять маленький небольшой такой шарфик. У меня есть такой довольно тонкий узкий кашемировый шарфик, и буквально его хватает на то, чтобы вокруг шеи обмотать и слегка завязать. Вот он идеально подойдет для того, чтобы им согреть шею, но при этом он спрячется под этот большой объемный шарф. Вообще, если вы любите какие-то минималистичные базовые образы, то вот эта фишка с шарфом, она вам особенно пригодится. Плюс к этому он еще классно смотрится на фотографиях, когда вот эти вот длинные грозди свисают. Пам-пам-пам-пам, никто не ждал, а они вернулись. На самом деле, я не знаю, почему в нашей стране какая-то особенная нелюбовь к угам. Есть большое количество людей, которых прям люто ненавидят. Я этого никогда не смогу понять, потому что, на мой взгляд, уги прекрасный вариант обуви. При этом, на самом деле, уги, они, конечно, никуда не уходили, да, спрос на них, естественно, очень сильно упал в определенный период времени, но они все равно остаются постоянными спутниками. И вы так или иначе в любом случае будете видеть их на каких-то селебах из года в год, потому что это действительно максимально удобно, комфортно, тепло и уютно. Безусловно, вы не наденете уги в театр или на бизнес-встречу, там они будут абсолютно неуместны. Но для поездки за город или прогулки в парке они подойдут прекрасно. И мне очень понравилось сочетание, которое я увидела в Пинтерест, если не ошибаюсь, там на фотографии Эльза Хоск, и у нее просто максимально такое современное крутое сочетание широких джинсов в пол вместе с пиджаком, а на ногах уги. Это, на самом деле, настолько необычно, и когда я увидела эту фотографию, я подумала, божечки, это просто идеально. Нужно просто понимать, что есть определенное время и место, куда их можно надевать, а есть место и время, куда их надевать не нужно. Это очень простые правила, и если жить по этим правилам, то никакой проблемы с составлением образов у вас абсолютно не будет. И вы всегда будете одеты уместно. Если же уги для вас это морально сложная история, или вы их просто не любите, но при этом хотите какого-то комфорта, уюта, то я рекомендую вам обратить внимание на дутики. Они, как мне кажется, пришли на смену уже таким надоевшим и олиповатым мунбутцам. Честно говоря, на мой взгляд, мунбутцы это обувь исключительно для горнолыжного курорта, плюс ко всему они олиповатые, у них очень много деталей, поэтому дутики на фоне них кажутся куда более лучшим вариантом. Но так как эта вся история с дутиками, она какая-то еще не сильно популярная, то найти для вас большое количество примеров и образов мне было довольно сложно. Ну и в принципе купить дутики сейчас оказалось не так просто, если не ошибаюсь, по-моему, Prada выпустили какие-то супервирусные дутики и за ними, естественно, потянулся масс-маркет. И тут я видела довольно неплохое предложение в H&M, там были бежевые и черные, но, к сожалению, в магазине, в онлайн-магазине их нет вообще, а в офлайн-магазине я увидела несколько пар, но они были не моего размера, а так я бы с удовольствием попробовала бы их поносить. Мне кажется, это тоже довольно классная история. И последний прием, о котором я хочу с вами поговорить, я пропагандирую больше всего и чаще всего, потому что мне кажется, что это самое лучшее, что можно на себя надеть для того, чтобы выйти зимой на улицу и обратить на себя внимание абсолютно всех окружающих. Я крайне настойчиво рекомендую вам начать таки уже собирать зимние образы в светлых оттенках. В этой палитре на самом деле очень большой разбег, начиная с прям супер белых цветов и заканчивая какими-нибудь бежеватыми и карамельными. И я сейчас не говорю вам о том, что вы должны носить кипено-белые брюки в грязь, вовсе нет, но тем не менее зимой бывает и другой тип погоды, когда у нас довольно снежно, когда морозно, когда действительно на улице чище, чем когда-либо. В такие моменты вы абсолютно точно должны себе позволить надеть светлые трикотажные брюки, светлые уги или какие-нибудь ботиночки в стиле лора пьяной или просто кожаные ботинки с грубой подошвой шнуровкой. Но в общем вы можете оставаться в том стиле, который вы для себя выбрали, но при этом просто выбрать другое цветовое решение. И благодаря этому образ действительно станет сразу гораздо свежее. Вы можете не нырять в эту историю с головой, но можете хотя бы попытаться начать с азов и хотя бы просто добавьте, например, светлый верх. Это может быть светлый свитер, светлая дубленка, светлая искусственная шубка, светлый пуховик. Да, я все понимаю, это непрактично, но никто вас и не просит носить, это каждый день, все три месяца в году. Это может быть просто периодическая опция, которую вы добавляете по настроению. Но поверьте мне, особенное настроение вам точно гарантировано, если вы одеваете себя во все светлое, приятное, мягкое и уютное. Это на самом деле самый простой способ, которым можно воспользоваться для того, чтобы сделать более интересные, более гармоничные, более актуальные образы, но люди так редко пользуются этим. Поэтому, ребята, крайне рекомендую, если вы любите светлые оттенки, наслаждайтесь ими по полной программе и особенно зимой. Как видите, это были очень простые приемы, и я старалась собрать те моменты, которые вы можете реализовать без каких-то дополнительных покупок. Надеюсь, что мне это удалось. В любом случае, приемов еще миллион самых разных, и с гардеробом можно играть бесконечно. И я с удовольствием буду снимать для вас дополнительные ролики, если вам это интересно, если вам понравился такой формат. Поэтому обязательно пишите внизу в комментариях, как вам подобного рода видео. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчики вверх, это помогает каналу развиваться, и меня дополнительно мотивирует. Не забывайте подписываться на канал, для того, чтобы не пропускать следующие ролики. Нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. И также не забудьте подписаться на инстаграм, потому что, напоминаю, уже с 1 декабря мы начнем открывать там окошки адвент-календаря сайта LookFantastic. Мне уже не терпится, у меня очень чешутся ручки. Спасибо большое, что провели это время со мной, но мы увидимся очень скоро. Всех целую и всем пока!